Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, подменяй меня грешным. Аминь. Вы получали от меня вот эту краткую маршрутку? Да, получил. Так, давайте будем считать, сколько нарушений вы сделали за дорогу. Сами находите, останавливайтесь. И поясните, почему вы делали нарушения? Эти маршрутки. Давай, считай по порядку. Краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение. 9 июля 2017 года, в воскресенье, поселок Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края. В озере с полным трехкратным погружением. Далее, от Барнаула до поселка Потеряевка, около 156 километров. Из них 16 километров проселочная дорога. Что-то ясно. Ну, это маршрутка для тех, кто едет на машину. На машину. У меня маршрутка была на поезде. Дальше я добавлю, если мне угодно совсем надо. У кого машины нету, даже пешком идти. Ну, маршрутку, если уже к нам едут, это не важно, на крещение или как, я всем даю, как добраться, чтобы он знал. Вот дальше я буду право провергивать. Считай, да, тех? Для тех, кто едет на машине. Для тех. Здесь слева, при въезде. Далее, заправка будут уже в селе Лебриха. Вот Павловск и Лебрихе около 50 километров. Ну, что тут не ясно. Все. Да. Пешком ты идешь, маршрут один, но только там, ты быстрее едешь. Едешь на автобусе, поглядывай дальше. С собой желательно иметь полную железную канистру с бензином. Этот путь, это путь примерно на юго-запад. Иметь обязательно хороший автонавигатор. Объехав село Павловск, заезжать, держать путь до станции Лебрихи. Не станции, а села, до села Лебрихи. Да, села, а станция в стороне будет. Дорога одна и хорошая. За Лебрихой указатель покажет путь чуть влево на село Паново. И в Подстепное, и на село Мамонтово. Да. От Лебрихи она будет влево, и в нее не заезжать. До Потерявки около 45 километров. Не заезжать туда, в Саму Ребриху, дальше тут все понятно. Дальше. От Лебрихи она будет пересечете железнодорожное полотно. И проедете мимо село Паново и Подстепное. 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 В Которое не заезжать. Они останутся слева. Еще непонятно. Понятно. Понятно. Теперь смотреть справа. Указатель 73 километра. И за ним свернуть. За ним. Вправо. Да, за этим указатель направо. Дорога асфальтная. До съезда вправо на 73 километре. Указатель. Видна будет высоковольтная линия. Самое высокое напряжение. Напряжение 1 200 000 вольт. И дорога проходит под ней. Далее. Справа видна будет железнодорога. К ней будете приближаться постепенно. Нигде не удаляясь от нее. На трошке полевых дорог. То есть влево не уходить. А только вправо прижимать. После пересечения железной дороги сразу повернуть влево. Так, пересечение. Куда повернуть? Влево. А вы пошли куда? А вы пошли прямо? Ну, я ехал до подстепного. До подстепного. До подстепного. До полустанка. Поэтому... Так, повернуть влево. После переезда. И что? Влево. Ехать вплотную к железнодороге. Ехать вплотную. А она будет слева. То еще и понятно. У вас и железнодорога справа оказалась. Совершенно не в ту сторону. Главное, что я сказал. Это в писемном виде. Невелитрованно. А главная ошибка. Насколько у вас зарядка его? Заряд хватает на 4 дня. 4 дня. То есть, оно может и раньше кончиться. Обстановка. Можете потерять. Я говорю. Это записать и в разные карманы положить. Это опыт. У вас опыта нет. А я путешественник. Ну, может и путешественник. Но если вы едете к нам, вы должны придерживаться того, что уже дали вам. Потому что вы, если не помнили, что как мы переживаем. Мы молимся, ищем. Я уже думал, как милиции сообщать. Уж никому не говорил. Был человек, потерялся. Что отмечать родственникам? Вы родственников отрица не дали. Ни одному. Ни одного. То есть, видите, какие вы. Неопытные или рассеянные. То есть, вперед на полшара не глядели. Или дальше. Дальше. Примерно через... Примерно через три километра. Видны будут развалины бывшего разъезда. Вы это не увидели. Вы пошли дальше. Дорога далее одна. И уже впереди после развалин будет видна роща слева. И впереди за ней и поселок Потеряевка. На каждом повороте, не спеша, свериться с написанным здесь. Вы ничего этого не сделали. На каждом повороте вы развернули, повернули, пошли. Написано влево, вы повернули вправо. Это большая разница. То есть, большей разницы нельзя сделать. На 180 это противоположное управление. Человеку, которому 50 лет, 50 с лишним. И так легкомысленно поступили. Здесь все обдумал я. Я это лихтовал, лихтовал, переписывал. Такая, выжил все лишнего, чтобы не было дальше. Ну, здесь можно добавить... Ну, давай добавлять. Можно добавить одно примечание. Те, которые подъезжают со стороны Кулунта на подстепное, выйдя на полустанки, должны направляться налево. Потому что дорога направо идет, проселочная, и налево. Смотрите дальше. На каждом повороте, не спеша, свериться с написанным здесь, написанным. И в компьютере занесенном. Вот сколько здесь ошибок сделал. То есть, вопреки, вы считали, я всем рассылал. Дальше. Вот кто это придерживался, ни один не блуждал. Ни один. Среди ночи приезжали. Из Германии один ехал, его назвали, не знали. И он, по-моему, в Кодилянку, и не имеем ошибки, нигде не ошибся. Не имеем. Он даже не получал, но не знали. Приехал, я слышал по Тилянке, решил, раз я тут болтаю, оказался, обязательно съезжу и приехал. Дальше. В случае большого дождя, дело будет вовсе не так, не так, не проехать. Нужно будет звонить к нам и получить инструкцию или там ждать, где застрянете. Все непонятно. Вы опять ничего из этого не сделали. Понимаете, уже там 4-5, я бросил считать, уже 7 ошибок. А одна ошибка, выводите не туда. А тут подряд, подряд, это ваша легкомысленная жизнь. Это легкомыслие. А погода могла быть не такая, а мы приехали уже в октябре, у нас в 16-м вот этой неделе, в субботу, престольный праздник. У меня однажды престольный праздник был, епископ был, выпавший снег. Снег. И ты со своей талисенькой палаткой, и где разбивать не знаешь. Нет, я тут не пишу, потому что это даже не предусмотрено было. А я решил сделать, среди ночи разбить палатку, не знаю, что вокруг. Это уже не легкомыслие. Это въевшаяся внутрь человека, обеспеченность. А обеспеченность – это смерть. Обеспеченный, царствие Божие не попомянуло. Я пришел не случайно сегодня, даже говорить не могу. События я еще не записал. Слушайте дальше. Пишу. Зачитаю. Ждать, забейте, нужно будет звонить к нам, а вы не позвонили. Я спрашиваю, почему вы не позвонили, скажите. Дмитрий Тихонович, у меня было такое намерение. Перед тем, как к вам приехать, посмотреть немножко местность. Вы с этим поехали с таким грузом, по дожью, тащили за собой, заболели колени. Мало что не хотел. Здесь этого нет инструкции. Ты хотел, должен был нам сказать, что я слезу тут, меня не ждите. Я буду четыре дня блуждать по полям. Ты же ничего, дружок, не сказал. Вот это правильно. Вот это мое обучение. Сергей Егорович, вот так, смотрите дальше. Вы не позвонили. Вот запасные телефоны, которые размножат ее в разные карманы, как и инструкции этого. Что вы сделали из этого? Ничего. Инструкции на бумаге нет, и положить в карманы нечего. Размножить, это какое надо быть состояние твердолобого барана, чтобы все нарушить. Что ты думаешь, что ли? Дальше. Читай. Мой телефон. У вас был? Был. Почему не позвонил? Меня не касается твоей намерения. Тут, говорится, инструкция. Ты должен был позвонить, что-то у меня не ладится. Я то ли сбился с маршрута. Дальше. Отца Якима. Третье. Барабаш Александрович. Ты наизусть должен был звучать, ты Николаевич. Староста деревни. Пащенко Владимир Александрович. Он сегодня на кухне. Савчина Виктора Николаевича во Франции. Колесников Никита. Вот он стал, если бы, Андрей Ильич. Дальше. Если же вы едете поездом, с любого конца, через Новосибирск. Через Новосибирск. С той стороны. Или через Кулунду. Ваша. Да. Вы это считали, когда поехали в Кулунду? Вот это дальше? Да. Вот это вы считали? Читал. Ну дальше, все остальное дальше считаем. То спросить, есть ли у поезда остановка на разъезде под Степной? Вы спрашивали? Я спрашиваю в кассе, сказали, что нету. Ну все. И значит садиться на этот поезд не надо было. Раз нету, то нету. А когда подошел к вагону, к поезду, проводница сказала, что такая остановка есть. Она есть, но поезд не останавливается. Не останавливается. Он остановился, потому что тут поломка была на линии. Понятно? Нету. В это время поезд этот не останавливается. Останавливается в середине ночи. Да. Я на этими ехал, поделом. Ну дальше? Вот. Если нет, то это дополнительные расходы. Билет подобрать до станции Корчино. А вы этого не сделали? Ну я до Корчино и взялся. Дальше не сделали. От вас, от нас. Около 20 километров. Я показывал их элеватор вчера. Дальше. Откуда звонили? Не могли вы звонить. Вас там не было. Не было. Чтобы вас забрали. Это не ваша задача Корчино. Вы заплатили бы за дорогу и были бы в тот день. Вы пропустили бани, вечернее богослужение, беседы, воскресную службу. Пропустили собрание, пропустили занятие воскресное уже. Вот представьте, сколько вы пропустили. А я один в степи, да? Выйди там в свой углетах, где-то там на задворке, за любой террикон. И ты сиди там размышляй. Дальше. Оттуда звонить, чтобы вас забрали. Кто налегке, может пойти пешком по шпалам. И увидеть, слева потеряет. А не скотчем. Дальше идем, потеряет. Сиди Березовых. Ее прямо видно. И пройти напрямую 2 километра всего. Как вы думаете, знаете, вы когда полуни были? Какой день был? С 7-го числа я был. С 7-го. Слезли вы когда на потерянку? Восьмого ночью. В начале ночи? Да. Восьмого уже целый день были здесь. Восьмого, воскреснято 9-го. И вчера 10-е. Только 2,5 дня. 2,5 дня в незнакомой местности, никого не зная, было ждать. Дальше. Вот пешком можно дойти было. Пешком, так есть, все 20 километров. Тем более ты месяц посмотрел бы. Иди, рядом по холошпал, иди, там дорожка есть, все. Ничего этого не сделал. Дальше. С собой обязательно каждому брать две простыни и наволочек. Взяли? Я взял простынь, а без наволочек у меня полотенце и рубашку. Ладно, они и не сделали так. Дальше. Обязательно, кроме обычной обуви, взять и резиновые сапоги. Взяли? Взял. Дальше. Пояс и, ну это для женщины, полотенца. Платки. Да. Дальше бритых не крестят. Курящим даже не приближаться. Они не имеют права въезда. Все. И заранее шить белый халат для крещения, длиной на 5 почти. Вы можете, если можете, то для питания привезти хлеб. Остально добывается и покупается. То есть вы можете сливки покупать. Давай еще раз посмотрим. Мой телефон раз, два, три, четыре, Савченко пять, колистик Апникита шесть. Дальше. Бауа даю семь, Капустин Дмитрий восемь, Курщин Николай девять, Петеримов Виктор десять, так, Польгуев Николай Валентинович одиннадцать, Пуков Сергей Павлович двенадцать, Головачий Андрей тринадцать, Петеримов Валентинович четырнадцать, Капустин Дмитрий пятнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать адресов, и ни по дому не позвонить. Пятнадцать выходов было. Все дыры запечатал самостью. Самость. Самость не приводит в Царство Небесное. Это очень хорошо, что с вами так получилось. Вам нужно отникнуть себя. Вы не ходили в послушание. Сейчас по монастырям пришел, здрасте, хорошим, пошел дальше. Это не послушание. Вот оно где начинается. Ночь по ночь, это обдуманно твоя жизнь. Мы молимся за уста, по-не за прихоти какого-то саматура, который сам все это, кипиш этот устраивает здесь. Зачем? Вы не подумали о нас. Я вот казали в Кулуде, и из Кулуды мне не позвонили, мне. Если вы идите ко мне, вы меня должны были каждый шаг держать. Телефон садится, уже скоро кончится. Ни разу так и не позвонили. А я думаю, я узнал где. А я уже в Кулуде. Вы пишите, а где занятия идут. Я туда скорее скинул маршрут. Комановичу, может, не взял, возьмет. И это не все. Я объявляюсь здесь, и мы молимся, нет его, где? Я теперь начинаю гадать. Если бы не говорили с вами по скайпу с сыном, когда вы были, то я бы на первом месте ему что-то приспособился, под вашим именем выходит, подурить. Ну, лапши на лапши, говорит, повешен. Я бы соскоблил ее. Вот так было и с Канадой. Такой-то день был, а их нету. Четыре человека, это их пересадка в Нью-Йорке, в Москве, в Арнауле. Представь себе, ну, опасно-то. Они с 17 часов не полетят. А они, оказывается, не ушли эти 17 часов, через которые наступают новые сутки. У нас связи с ними нет. Володя лезет тогда на Голубянню, и оттуда сразу связь. Где? Едут. Виноват я, Константин, их отец пишет. Он прислал сына, двум вечерей и жена. Вот. У вас еще подобное, но те никуда не блуждали. Они Сергею позвонили, договорились. Сергей подъехал в аэропорт. Их взял, оттуда сюда привез. И отсюда берет, везет туда, туда, в Арнауле. Останавливается у Загуляева-Галины. Дальше отправляют. Без задоинги. Приезжают в Москву, они живут у своих. Оттуда приезжают. В Нью-Йорк и в Канаду. Пишут, в Канаду доехали. У вас ничего этого нет. А обратно еще будет неизвестен. Посмотрите. 13. Сколько начали? 13? 13 телефонов. Я за обучица человека. Да. То есть я дал людей, у которых вот это вот, у которых есть машины. Это люди нашего клуба. Почти все. Да не почти, а все. Да, одного члена нашей общины. Вот это первый, это юрист. Как поговорили с ним? И просто юрист. Он закончил с красным дипломом. Работает в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям. Это что-то стоит? Он работал там, да. Работал. Сейчас у него свои первые там они образовали. Самая богатая машина и проще. А это люди. Вот Крущина Николай, это в нашей поездке шопер был. Виктор, это сейчас у меня главный по технике, по компьютеру. По льву, по льву, по льву, по льву, где есть голова что-то. Ну а дальше два телефона сестер, которые... Вот это живет около вокзала, старшая сестра общины. То есть на тот случай что-то не заладится. Я не так думал, придешь устроить. А Левтина здесь, ее в свете тут указан Виктор вот этот вот Петеримов. Вот он Петеримов, и она Петеримова, вот, Алифтина Петеримовна. И вот, и никому не позвонил. Это на вашей совести. Я начал уже думать. Что-то случилось, заболел приступ сердечный. Вы в карман положили себе, когда милиция или кто-то друг поднимает, они по карману шаются. Какой адрес-то? Телефон. Куда звонить? Вы сына телефон, данные, положили в карманы? Нет. Судя по этому, нет. А вы бы в разных, чтобы они сразу наткнулись. Скажут, в чем Украина, когда? А тут, где Петер... Какой? Где Петерпетровск? Он Донецк. Донецкая область. У вас где? Донецкая область. Да, тоже там же. А, у нас было что-то у нас такое-то, тут под этим названием разное. Так. Вот вы слазите, теперь ладно. Тут понятно вам? Да. Самость. Вы от нас отдаились. Я уже разные варианты брал. Где у него родственники? И, наверное, он там остался пока, а потом позвонит. То есть, я думал о вас в самом лучшем плане. Но он мог позвонить-то мне-то, сказать, я задерживаюсь. Почему вы не учитываете о том, ну, мы жалеем блуд и сын был, корыто. А что отец переживал, он побежал навстречу, он ждал его всего, он не спускал глаз с дороги. Это-то почему вы не учитываете? Страдание отца. Он боялся пропустить. Это рассказ есть такой одноточный. Мать молилась о ней, и она потом как бы обратилась, покаялась. А ей не нравилось все в церкви. И она живет, и подруга идет, веселая, с парнем, она глянула. Вот парень, с которым я дружила-то. А она уже его обратала. Что, Настя, как в церковь ходишь, замолились со своей бабкой-то ходишь-то. Вот мы живем сейчас, но тут ребята приехали с Востока, там у нас все. И она ночью встала и ушла от матери. И мать молится, а ее нету. И вот когда она там все прогуляла, и здоровье, и девственность, все. И она решила заглянуть домой. Ночью приехала. И только скрипнула дверь, мать сразу скрипнула. Кто там? Настя, не ты? Мама, а как ты знал? Я все годы дверь не запирала. Я боялась, ты придешь, а я не расслышу. Ты постучишь, уйдешь. Понятно? Вот эта любовь вами забыта была. Я каждый день после Акулуды покоя не находил. Куда обращаться? Еще подожду, еще подожду. Может быть, на работу тут устроился. Володя, говорю, ты. Но всех оставил, ты ни о ком не думал, эгоист. А каянный эгоист. Ты понял, нет? Я тебя не унижаю, я давлю тебе характеристику. Просто так ты хороший человек. Но на деле, вот теперь давай по порядку говорить. Так. А он сейчас ничего не тянет, можем оставить где-то так. Давай по порядку. Ты свет здесь. Это было восьмого. Свет. Вы знали, что на развитии ничего нет? Ни строений, ничего. Но я знал, что там есть полустанок. И больше ничего. У нас развалилось все. А развалили они все. Было здание, арендованное нами. Ну, под замком. Приехал бульдозер и все свалил. Они ошиблись. Не доехали, куда их послали. А доехали. Ну, как новое здание стояло. Все развалили. И огромные глыбы тут рядом. Лесополоса туда утащили. Так. Вы слезли дальше? Ну, дальше была ночь. И до утра я день ждал в палатке. Так. С собой палатка была. С какой стороны вы слезли? Вот как и едете из Гулуды? Налево или направо? Ну, там туда дорога на... По ходу движения на Барнаул, дорога налево. Налево. Налево, да. То есть вы из Гулуды ехали и слезли налево? Налево, да. Там был на столе налево. И увидели, что тут приготовлено как маленько. Видно, что станция. Да, стоит. Дальше. Куда вы пошли? Значит, утром я после того... Нет, до утра. Как вы разбиваете палатку встали? Где вы нашли переход на другую сторону? Я перешел через путя. Там где... А каким путем один путь переходить не надо? Если вы слева, слезли, переходить-то некуда. Тут пусто один путь идет. В общем, я перешел на правую сторону. То есть в обратную сторону пошел? Нет, нет, его не пошел я. Ну, перешел дальше. И разбил палатку среди... Под деревьями. Среди чего? Среди деревьев. Деревьев? Да ты вниз сошел туда. Да, вниз сошел. Разбил палатку. Дождя не было? Дождя пошел уже утром. Дождя не было. Утром пошел дождь. Ночью холодно было? Ну, у меня с тобой теплая одежда была. Поэтому я... Ну, все-таки в тепло. Здесь лучше сегодня было? Несомненно. Ну, это же домашнее условие. Сам себе это устроил. Ну, ладно, это годится для вас. Да. Дальше утром встаешь во сколько? Ну, как просыпаюсь. Ну, во сколько, я спрашиваю? В московском времени это, может, было часа четыре. Ну, по-нашему, семь. Да. Все обстали вы и стали осматриваться. Осмотрелся. Ну, и что мы увидели? Увидел мотоциклиста, который ехал, как раз, на курточке, подъехал. Я уже вышел тогда, когда он уже отъезжать стал. Я мимо вас ехал, что ли? Нет, он не мимо меня ехал. На какой стороне ехал? На куда вы перешли или на той стороне? На той стороне, где находится нормальная дорога. Нормальная дорога. Тогда вы туда покинулись? Я посмотрел, куда он поехал. Позавтракал или пошла? Позавтракал я. Сводил циклисты. Позавтракал, собрал рещишки. Там даже ничего не забыл, где был? Упаковал рюкзак. Перетащился через линию. Да. Вышел на дорогу. И пошел? И пошел в сторону, куда поехал мотоциклист. Совершенно другую. Потерярку влево и дороже. Там же написано. Ну, там. Я пошел вправо. Вправо пошел. Вправо на 180% пошел. В другую сторону. Для того, чтобы пройти поле и повернуть в сторону потерятки. И я повернул на север. То есть еще один раз повернул. Куда повернул? Ну, по отношению к черезнадорог. Там написано, знак потерянка увидел? Нет, там ничего не было написано. Есть, но вы его не увидели. На том разъезде, там ничего не стоит. Где подстепное. Подстепное. Не подстепное. Речь идет на подстепнутой. Там все правильно. На дорогу-то вышел, и на дороге сразу к нам бы повернул. Указатель на потеряеку стоит через, наверное, 4 километра в сторону Барнаула. Через переезд, когда переедешь. Там переезд, если на Барнауле. Да, переезд. Значит, это переезд, а теперь... Нет, до переезда не доходил. Я туда не шел. Я шел в направлении переезда, но где-то метров, может, 200-300. Чтобы поле пройти. Там поле засеяно овес и подстойку. Такой комбинированный. То есть, чтобы вам перейти, взять правильный маршрут, нужно было отойти, где он упоминается переезд. От переезда сразу повернуть влево, чтобы железная дорога была слева. А это почему вы не сделали? Значит, до переезда я не шел, потому что это вдалеке было, от подстепного. Вдалеке. И потеря в этом не находилось. Смотрите, вы поняли, что это подстепное. Да. Теперь вышли вы на переезд. На переезд они выходили. Ну, они вышли. Вам нужно теперь сделать зацепку за что-то. Нужно идти на переезда и смотреть маршрутку, а ее и нет. Там написано, как только переезд перейдешь, а переезда дальше больше нет. Он один здесь, с этой стороны, значит, вы правильнее из Барнаула идете, тут легко сообразить. И тогда повернуть влево. Вы когда дошли, влево, значит, идете назад. Все, путешествие закончилось. А дальше одна дорога идет. После переезда повернуть влево, чтобы железная дорога была влево. Вот железная дорога. Вот переезд. Вы подошли, и теперь забыли, где вы были. Скажи, я был из Барнаула, там написано. Переезд повернуть влево, а вот это уже на дороге, чтобы касаться ее. И прямо такой, типа, разреза под стекла, и он поминается. Куда же я поперстся-то? И дальше дорога одна, нету, она звела. Прямо потеряю. Вот здесь-то вы почему нет? Вы варьбе служили? Ну, это таких, значит. Если бы я сразу под стекла служил варьбе. И как вас там, мужчины? Слушаюсь? Так точно. Как хотят, Катабыч говорил, слушай, по-моему, из. Ну, ничего. Если бы сразу я пошел налево, сразу пошел налево, а не туда, когда мотоциклист поехал, направо. Ну, да. Я сразу пришел бы в потеряемку, сразу пошел. Да. Ну, а так как я пошел направо, я даже попрошу Лешу. Да нет, зачем мы сидим так, понятно. Я повезу вас по прудам, все показывать надо. Так, я думаю, сейчас у нас 7 часов, еще мы видим, что это богослужение. 11 сентября, всекновение, наверное, крестители пишут. Правда нет, что сегодня ножом нельзя пользоваться. Но раз ему голову отрезали, ножом нельзя, резать хлеб нельзя. Да, это православная вера. Да, это стунилили. Ну и дальше, мы поговорили. И я повернул, ну, потом, когда, значит, так. Пошли в рывке. Когда я вышел на дорогу, на эту, и пошел вправо, и потом повернул налево, вниз туда, в сторону уровня, вот так получается, на север. И тут я, конечно, шел очень долго, очень долго. Я думал, где же это потеряевка, пока не пришел в урыбки. О, прям сколько же у вас у прямства было. И Господь его вышивал и вышивал, пока, как человек говорит. Выживал, выживал. С помощью, ну, говорят, дурная голова, а нам покоя не дает. А вы прошли мимо потерянки, прям мимо, и пошли в соседнее село, у нас, ну, 8-10 километров. Да здраво, вы явно не глядите, там больше 10. Там надо дать еще километров 14. Да, там дорога, конечно, извилистая по этим полям. Там нет, там прям вот так. А дождик еще размочил? Дождик размочил. Была усиленная такая вот у меня нагрузка на руки, на ноги. Ну и вот как вы ворюбку зашили теперь дальше? Вы когда зашли туда? Восьмого? Да, нет, я в седьмого и зашли. Восьмого. А восьмого вы уже были в улыбке? Да, восьмой, уже поздно вечером, темно было. Вот. Как вы зашли в нее? Через, там два, там пруд есть. А там что? Есть водоем, водоем есть. С той стороны, где водоем. Вы через его прошли? Да, ну там два водоема. Я одним водоемом входил, где амбар, амбары. А вторым водоемом, который цивилизованно был, там утки плавают. Через этот водоем я выходил уже на обратном пути. Там два водоема. Это второй маленький, плавают мы захватили. Да. И теперь там, кого? Куда? Кому? Ну, в первую очередь, когда я проснулся, я пошел в само село, зашел на почту, там магазин у них. Ну и так же, кто-то спросил. У меня сами спросили, вы не спотеряете ли? Я говорю, нет, я не спотеряю, но я потеряю поеду. А, ну да там надо ехать на корчено на автобусе, на машине, а там оттуда скорчено на потеряйку. А я говорю, да я по сокращенной дороге. А по сокращенной это через поле 7 километров. Вы можете заблудиться, сказали ему так. Ну, я уже заблудился и уже знаю, как тут отбираться. Отбираться тоже не действует. Вот, я потом пошел и по пути исследования, значит, на сутки остановился, чтобы... Ну, на выходе, когда из села выходили, вы могли еще раз спросить, покажите эту дорогу, как? А я уже знал, ориентировался. Дальше? У меня с тобой карта географическая. Карта, на карте потеряйки-то нету. Есть потеряйка на карте. Ладно, вы пошли 8 числа. Это во сколько часов? Ну, это я, может, часиков 8 по местному времени. 8 вечера? Утро, 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 утро. Так это уже на 9? 9, да. А где ночь провели? Ночь я провел в амбаре. В каком? А там был большой амбар, куда завозили пшеницу и этот... Оно открыто было. Но там никого не было? Никого не было, голуби были. И вы там ночевали, вас никто не тронул? Никто не тронул меня. Я там потушил одежды и брошу. И нам могли, да, оттуда вы пройдите. Ну, Бог миловал. Господь сделал так. Да. И после этого я пошел на потеряйку. Ну, пути следования содержался на сутки, чтобы немножко восстановить здоровье. Ноги. У меня ноги устали, калетки приборели. Поэтому я уже не мог так вот трезво идти. То есть мотор начал пробить? Пришел здесь остановку техническую. Ну и потом уже пешком осмотрелся. Пошел пешком. Без палатки, без ничего. У меня все это на месте было. И пошел посмотреть, ну, местность изучить. Вот это начал изучить местность. А как это нужно? Значит, есть там дороги, которые полевые, по которым машины ездили и возили зерно. Это одни дороги. А вторая дорога, она как бы основная, выделяется от всех. Она хорошо уезженная, хорошо прокоптанная. Видно, что по ней машины частные. А высоковольтная линия идет там? Высоковольтная линия ее пересекал. Я видел ее. И когда шел на урывки, и на обратном пути тоже шел. Это не это высоковольтная. Высоковольт, то есть сам вы не видели. Она оказалась дальше под стекла. А это такая, ну, может быть, 10-20 тысяч. А там 750 тысяч, вот. Там ни одна птица не садится, там пчелы не летают. Самая высоковольтная в мире. В мире. Это та, которая находится по правую сторону от переезда на Барнаут. Это та, мы идем, да? На той стороне я вообще не был. Не был. Ну, теперь тут высоковольтная, но она не мешает. Но если на дорогу вышли, то от высоковольта эта дорога 200 метров сюда, ближе. И мы поставили знак на потерявку. Как вы его не увидели-то? А я что-то не доходил туда. Я не дошел туда. Когда я вышел на подстеклах и пошел в сторону разъезда, здесь стоит указатель. Я до него не дошел километра четыре. Нет, с урывки когда шли? С урывки там надпись стоит. Высоковольтная, которая, когда мы пошли с урывки. И мы там недавно поставили надпись. Красивую надпись. Стрелка на потерявку. Свернуть с этой трактовой дороги, которая накапана. Вот туда я дошел по пути с урывок, вот этого указателя, до переезда. Когда шел с урывок на потерявку, то я дошел до этого указателя, до переезда. И когда увидел потерявку, как красными буквами написано, на деревянной дощечке, то повернул потом в сторону подстеклого, разъезд. И по нему пришел вчера в потерявку. Уже без всяких происшествий, без всяких... Так, а второй раз вы ночевали, да, с восьмого на девятый. С девятого на десятое в Акбаре. Значит, с восьмого на девятый в Акбаре. А вы как долго-то были? Вы вчера приехали-то сюда, пришли. Сейчас он уже, наверное, в пять или что. Ну, я медиа нашел. Дорогой-то вот маленько поняли, что не то у вас идет, не по... Как-то и двух словам, с песка, если было кто-то. Ну, на обратном пути я уже понял, когда дошел до разъезда, по-терякски. До разъезда дошел. Опять вернулся сюда? Нет, я не вернулся. Я уже пошел по указателю на то место, где я встал на поезде. Прошел мимо его, дальше в сторону Корчино. И потом пришел в село. Вы пришли с этой стороны, от железной дороги опять. Да, железной дороги. То есть, они сделали такой дух до урывки, вернулись туда, мимо, где слезли ночью на подстегной. И прошли теперь с этой путью. Да. Ага, вы путь знаете. Вы доставили нам беспокойство. За это прошу прощения. Пойдете к батюшке, надо справиться. Вопрос. У вас крещение было с полным погружением или нет? Да, было с полным погружением. Да, да, было где. Значит, это было где-то 30 июня. Я попросил нашего священника, сельского, не тот, который бухгалитарий служит, а тот, который приезжает на шахту, служить моремен. У нас на шахте есть приход Варвары Великомученицы. Ну, небольшой такой уголок, статой. Это инициатива нашего директора, колонийца Владимира Алексеевича. Человек православный. И туда каждый понятельник приезжает священник. И этого священника я попросил меня тут крестить полным погружением. Потому что, как рассказала меня и моя мама, меня крестили в трехлетнем возрасте путем обливания. Как хохлы. Они все так делают. А католичные? Украина все заражает. Сверху там кушеком поливали водичку на меня. Вот так вот. Ну, как обычно. То есть, не хрещен, обливались. Да, не обливались. Обливались, это когда полностью раздетые. Да, полностью раздетые. Вылили одно виду, второе, третье. А это не обливались, это моченые. Меченые. Ну, в общем, так вот меня обливали водой. Ну, и священник куда вас повел? И повел меня на водоем. У нас около Галитарии есть водоем. Там раньше был поселок небольшой, село. До строительства шахты. Этот водоем остался. Водоем нормальный? Да, хорошая вода, рыба там будет. И что священник как? Вот. И священник меня трижды погрузил. Как? Он погрузил. Он погрузил. А в берега никак. Надо ему сходить самому воду. Да, он сам в воде был. А в воде был? Нет. И трижды полностью погрузил. Меня и моего сына. Это абсолютно точно. Точно. Значит, с соглашенными вы у нас не выходите. Иначе мы выходили с соглашенными. И я вам вот на самом деле говорю, что приезжает в эту субботу митрополит, Алтайский, Багаульский, Сергий, вы можете батюшке пойти и сказать, я желаю причаститься и наисповедь пропустить я. Ну и дальше батюшка сделает. Просто попроситесь крепко, батюшка на это не идет. Но мы можем молить его. Если у вас есть духовная идея, зачем я буду сливать? У нас это не принято. Но тут чрезвычайные обстоятельства. Вы приехали, и приезжают митрополиты. Все, я крещенок, полно погружения, скажи. Там в монастыре мы все время бывали. Ну то есть вызови дарежу батюшку отца Атима. Если скажет «нет», то я потом не сразу скажу, я еще подымход отца Атима. Тебе это будет памятно. Памятно. Потому что митрополитик семьи в интернете везде пишет, он необыкновенный, для патриархии и свойственный. Доброта. Вот эта улыбка его. Он всегда. Он сейчас прислали с Украины, он был тут, знал, ненавистный, как звер лютый. Священник к нам, который ездил, всем запретил, кто поедет. А сам приехал наготово, ничего не делал, пальцем не шевернул. Но из него это католичество лезет просто. Католическое это ляшеское злоба. А вот они оттуда. Он приехал здесь, славгородский, теперь и травит. Священники хорошее отношение с небесным митрополитом. Приезжали, теперь разбили на епархии, да они ему не подчиняются. Митрополит, он с центра держит. Ну вот такое дело. Игнатий Тихонович, вы сказали, что у меня есть духовный отец. Но фактически духовного отца у меня нет. Так получилось, что лет 20 тому назад в Донецке я обратил внимание на одного молодого священника. Ну, моего возраста. И он мне понравился тем, что в храме на службе он был, ну, так вел себя непремужденно, улыбался, разговаривал. Ну, какой он подвижный, такой вот необыкновенный священник. Ну, отличается от других немножко. Я подошел к нему и говорю, батюшка, вы можете быть моим, как я сказал, учителем? А он говорит, нет, я учителем не могу быть, у нас это называется по-другому, духовником. Я говорю, да, духовником. Он говорит, пожалуйста. Духовником? Духовником, да. Ну, так получилось, что с ним я в дальнейшем практически не общался. Чтобы какие-то свои мысли, советы у него брать. Вот. Ну, формально, был моим духовником. Я никогда в нем не исповедовался. Один раз в этот исповедовался. В общем, ни разу я в нем не исповедовался. Ну, понятно тут все. Все остальное ясно. Ну, мы осознали, о чем мы говорили. Что на ушей нет числа. Да. Это ваше легкомыслие. И оно невыборочно. Зло выборочно не бывает. Грех монотонен. Он приедается, и ты в другом такой же будешь. Начинай работать над собой, Сергей. Вот сегодня ты, если Господь благословит, сейчас пойдем, сегодня, может, и завтракать не будем, там посмотрим, как. Вот. День постный. И тут пока будем шкурить, столбушки там где-то. Что я как покажу, так и делать. Если я сказал, ножом только в этом направлении. На себя муж не тяни. Он в тучок сорвался, и ты сам себя порежешь. У нас одна была женщина, она не у нас, не наша была. Из России приехала, там, кажется, Песчинскую лавру. А там ее послали помогать на циркулярке. Доски подавать. Ну, она подает доску, а она учительница была, кандидат наук и педагогический, грамотная очень женщина. Она давит доску. А там, в следующем, доска вернул, и туда, и сразу вот так отходило. И она теперь с одной рукой. Кто за это отвечать будет? Кто его послал туда? Она не берет циркулярку, А вот у нас, тем более, механическая бензопила, это серьезная штука, электричество не так, как я потихоньку. Никак. У меня, брат, был электрик в Москве, он говорит, мы называем господин Ток. Господин. У нас было пять электриков, сейчас осталось два. А тут и брата моего тоже не ставил, он один остался там. Так что, надо быть очень серьезным, внимательным. И поэтому я тебе покажу, как ты так и делаешь. Чтобы не было так, вот у меня поставили на работу, а что тут? Обыкновенный нож, топор. Топор руби, руку не держи, рядом, ниже. У меня тут был один. Деревья пошли пилить, он садится на дереве, сидит суп, на котором пилит. Ну ты его пилишь, ты же и упадешь. А как я упаду? Ну, значит, лишняя хромосома. Надо быть внимательным. Это храм Божий, наше тело, его надо беречь. Ну, бывают люди, которые, ну, на каждом шаре у нас два таких было, они начинают бузить, невоздерживанные такие, и на работе он такой же. Доску окромить, он вместо доски тяпал по ноге, разрубил ногу. Ну, кто тебе виноват-то? Слава или Виталий там. Ну, я же говорил, ну, смотри, как он так поставил, нога здесь стоит, по стороне, и по доске, ну, и того, чтобы захватывал дальше половину. Ну, то есть, ну, нет той работы, на которой бы он все делать, как должно. Сдержит стекло, если бьет, а там мелкие напекают, надень очки. Стекло, оно как бритва, острое-то, прорезало, всего глаза нету. Так что здесь мы должны делать, как есть. Если Игорь поднуждается в человеке, то вы поработаете на такую обработку зерна, это выше наших столбиков. Но нигде руки не совать, где шкивы крутятся там, все, техника гремит, пыль идет. Я советую, мокрую повязку сделать, и на лицо натянуть здесь. Пыль много оседает. А потом, я варенько перевернул другой стороной, а потом полоснул и прочее. Но они не делают. Легкие береги. Понятно все? Да, понятно. Так, за столом у нас порядок. Знаешь нас, над столом мы не наклоняемся. Вот этот перпендикуляр называется, за него не заваживается. И дальше кистей не облокачиваются. Все. Щашку если тебе дали, и ты начинал есть, добей до конца, и залежи, и покажи. А не так. Да налили много, я не начинал, я его отдал, он отлил, потому что никто не ел. Правила очень простые. Понятно? Да, понятно. Благодарю за внимание. Я вас не обидел? Нет, вы меня научили многому. Казалось бы, мелочь такая, да? Мы по утрам будем кое-что записывать. У меня все время новые темы появляются, но я пробовать не говорю, а тут решили надо кое-что записывать. То есть размышления о том, о чем вот вы даже спрашивали, на форум пришли. Вот. Какой ваш вопрос был на форуме? Ну я уже не помню, какой вопрос был. Я как? И тем форумом я такой вопрос ваш был. Возможно был, но я уже не помню, какой. Ну ладно. был такого. О смирении говорили, или лжесмирение. Об этом? Было бы, да. Ну вот это ваш. Я отвечал. Теперь я конкретно вам вопрос этот поставьте, и я вам отвечу. Потому что лжесмирение играет. Такой смиренный, но только трой. Там такое зверюха дремлет. Вот. А Господь гадал, ударит по правой, по правой, не по правой, вот как ударит. А что я сзади? Там уходит сзади, ударит. По правой-то я не могу ударить, только по левой ударит. Тут, если все в глупости, это означает коварный человек. И ты все равно успеешь обратиться, или как там, поставь свою руку. ничего не имею. Это не я. Стареет хижина моя. А это совсем не я. То есть, научиться. А это одно только слово сказал. Говорят, один монах так поклонится, поклонье, вот так стоит. Батюшка благословляет, а у нас, у нас, когда батюшка благословляет в храме, то из-за них поворачивается. У нас никто не поворачивается, он не нас. Он кронит иконы. И у нас, и на то бывает к иконе, поцелуй для лба бы сейчас тупит ее, как баран. У нас это, вы глядите на людей маленько, внимательно. У нас иконы не ботают. Это не положено. И вот он, семья, смиренный, я тихий, голова между нами, колен тут вот такой где-то все. А настоятель решил его проверить. В столовой идут, рукой в косяк, а ты куда идешь? Как? На обед. А чем я хуже других? Чем я хуже других-то, действительно. А до этого, я самый рад врагов, я такой-то там, недостойный ваших умов развязать тут все вместе. А когда дело коснулось, и все, да я пес смердящий, я ему говорю, слушай, пес смердящий, умолкни, не лай на истину, как он поднялся, ты пес смердящий, ты сам говорил, ты говорил, это все для виду, для бабки. А когда я сказал, ты писание не знаешь и споришь, старобряешь, они злобные такие, пес смердящий, ты что делаешь, он говорит, драку лезет, вот и видно зубы твои собачьи, пес смердящий, ты правильно говорил, только тебе не нравится, когда тебя так называют. А кому это по нас грешно, супер грешно, как нас Бог избрал, мы избранные Божьи. Ой, как не любят православные это слово. А ты почитай, Павел пишет послание, мы дети Божьи, мы всех счастливей на всей земле. У нас другое, святым избранным. Апостол Павел пишет, святым, а там такое беззаконие, которое вы изящен, там даже не отказались, но первое послание. Мы не называем себя святыми, мы благодарим Бога за искупление, дарованное нам в крови его. Вот посмотрите, сколько надписей. Где вы такое видали еще? Нигде. И не увидите. Ну, не скоро увидите. Но учитывая, что это православное. И у нас в храме между иконами там надписи висят. И главная надписи висят и везде указано местописание. И вот одно местописание выписали. Господь говорит, ты оставил меня. Ты забыл меня, я отверг тебя. Я погублю тебя. Я устал миловать. Бог говорит, устал миловать. И приехал в этот митрополитсер и был епископ. Он подошел. А это какое место? Где написано? Там было написано. Я сразу провел следствие. Я от солнечных ручей. Или как? Я потом дотянулся. Как маленький криво написал. Иеремия 15,6. Бог устал. Да Бог разве устает? Он написан. Не устает. Святые Израилы. То есть это приблизительно к нашему. Ну и, как называется, экстраполяция событий с временной формой в длинную. В ную эпоху. Надо быть внимательным. Вот Андрей когда меня назвал самым выдающим цитапой. Это Кураев. Там проповедник комиссионеров. И он удивлялся, что, знаете, это такая смесь баптизма со старым ряществом. Что баптизм он имеет? Потому что баптизм нет. Знание писания. Пиетет писания. Это баптизм. Они знают. А строго соблюдать каноны, правила на это направлены деятели старым ряществом. Они писания не знают. А чтобы совместилось в одном человеке, то право основных никто. Они ни коммуны, ни писания, они никакие. Это проходной бой. У этих людей нет процента надежды на спасение. Они обмануты. Они верят в Попа. Попа. Не причастивишься, сдохнешь. С нами встречаешься, по причастию не допущи. И стараемся так же. Если они с нами молятся, мы для них некорьяни. Если они с нами молятся, их свой поп стараемся отлучат. За то, что с нами с еврейтиками молятся. А как еврейтики? Докажи. А у меня доказывают. У них одна проповедь. Ты еврейтик, переходи к нам. Все. Триста лет одна проповедь. Ты еврейтик, переходи к нам. Еще больше нет. Даже платки надеть не могут. Если она не замужем, пол головы открытая. Голова-то не покрытая. Они не понимают. Они бестолковые. А что там? Выпивка, бражка. И приобретают через смешанные браки. Вот на ней женятся. Ее надо довершить. Тогда ногами ее в воду поставят. Если она была крещена, мы положим. Все, теперь ты старая бредка. Он ее приобрел, но свадьбы-то не было. Сначала приобрести. Он только приобрел ее, и тут же ее оставил, отошел. Отошел, она осталась одна. И она такого аромана никогда не видала. И она тогда пошла за мирского, и все потеряла. То есть подлость, коварство. Пробовать Евангелие не любят. За 300 лет ни одного художника нету, ни одного настоящего поэта, ни одного благовестника, ни одного миссионера за 300 лет, а их сотни тысяч по всему миру. А почему смирения нет? И они никакой критики, то есть обречения в свояность не принимают как КПСС. Гитлер не принимал никаких обречений ни от кого. Сгинула система. Советская не принимала все это сгнивает. А те, которые это принимают, они остались. Ты вот подумай, евреи дико ненавеют Христа и христианство, а все христианские смятыни работают в Израиле. Все и гроб Господь там ремонтируют и ну все, все. Почему так? Они знают, что люди ходят, паломнические группы, Фрием там крутятся, это ничего не дают. Один еврей сказал, дайте нам ребенка до 4 лет, а дальше делайте, что хотите. Он в него все содержит. Они умные были. И вот все время боролся гитлер. Победил нет. Сталин боролся, победил нет. Они набрали такую силу. Сейчас мусульмане 7 миллиардов. Мусульман-то 2 миллиарда, а этих 13 миллионов мусульманства не будет. Каким образом еще неизвестно, не будет. Потому что они сейчас пророчества ищут, Библия, Игородецкая идет. Никак. Это тому Израилю, из колена Игородецкая Игородецкая сядет избранник по нормам Машиах в храм Иерусалимском. И где у них там Осах как называется какой храм это все будет видимо спихнуто и на том кундафете Соломона будет построен новый третий Соломонов храм. Вот так будет. И мусульманам еще только они все против рука всех на них и рука их на всех. То что было и саврянин оттуда они придут. Поэтому я вообще не касаюсь у меня под таком слово Аллах Коран Мухаммад Магомед я разговоры почти не употребляю. Я говорю о Христе о спасении и с мусульманами везде. А он не верит. Я ему возвестил а что поверить не поверить меня это не спросят. Это не моя миссия. Это миссия Духа Святого. Вот почему беседерские отделы нельзя создать. Это труд Духа Святого. Благовесие тут у меня грамота память. Я считаю и могу говорить это не миссия. Что таких разбилось много. Сегодня там один Алексей есть и ходит на улицах проповедует хороший памятник. Такое прям осмирение говорит а я ему говорю написано и кто ответ за поведение малейшее нарушит малейшее наречится. Он не войдет в рай он поднялся сразу а я никому не принадлежу. Нет ты принадлежишь. Я никакой динаминации нет динаминации слов есть ересь и статана закрыл закамуфлировал хороший человек мы с ним переписывались я вижу ничего не принимают нет а мне даже сегодня прислали книгу про Ханова Ивана Степановича я уже знаю еще раз буду смотреть Мастерковского Владимира Филимоновича его жизнь во Христе Иоанна Крошат я обязательно еще что-то найду это Рогозин Павел Иосифович там у него ну там о православии он критикует а есть существует без огромной жизни кто же этот совокупность совершенства я их насчитывал распространял теперь его труд это не его я думаю он такие богохульство говорит столько лжи это кто что я сказать я выяснил показал крестное знамение появилось только в 1500 году в 1500 году понятно а старая мяса за что боролись это посчитаем все крестное знамение то есть ну период событий на 1500 лет не знает ни истории ничего у сектантов главные два вопроса церковь священства священства нет не церкви они еретики еретики я показываю где есть священство с ними я буду разговаривать разговаривать по полной программе эти и только две темы вот эти пока они их не понимают на то что собрались поют ездят в общем хороший хор хороший ансамбль песни и пляски в общем люди пляшут почему давид присал перед ковчегом я говорю у нас ни ковчега нет ни духа давида ничего нет а что пляшешь тогда женщина там в них трусах фунсором одет я ходил на даму посетили посетить ее она она аж подпрыгивает сатана ты же ничего не знаешь да я вот был там в тюрьме не говорить за что это не за убийство у меня теперь дети и там аватарники ты свое имя-то назови и не называешь так значит православный который заходим пишет православный а этот христианин христианин это есть сегодня на этом раздрае пустой звук вводящий в заблуждение как златоуз говорит все на этом аминь спасибо христос я иду готовиться к службе слава христосу аллилуйя аллилуйя удачу аминь аминь аминь